Я стану солдатом. Мы всегда должны пытаться оставаться в рядах, в армейских рядах. В противном случае я не солдат. Вы понимаете, да? Но все же мы должны быть осторожны, как я уже говорил. Я слабый человек, и прежде чем пытаться обращаться, приближаться к тяжело больному пациенту, серьезному пациенту, если я испытываю слабость, я должен сообщить моему наставнику, попросить его на какое-то время переменить поле моей деятельности, область моего служения. Но я должен помнить, что я должен быть достаточно силен, крепок для того, чтобы быть в состоянии заниматься и тяжело больными пациентами. Также речь может идти о проститутке, о дакойте, о разбойнике, о богаче. Я должен взаимодействовать с этими людьми ради служения Кришне. Я должен быть достаточно смелый и не должен посягать на чужую. Я не должен, взяв у них что-то и относя это что-то к Кришне, на половине пути присваивать себе. В таком случае я стану предателем, неверным слугой. Нару Тамтакур говорит, Негативная сторона, сторона искушения и позитивная сторона, сторона хранителя. Нару Тамтакур говорит, Если мы пользуемся благосклонностью великих личностей, тогда что эти искушения, соблазны могут нам сделать? Ничего. Мой хранитель крайне внимателен и целёный и рассудителен, и если я работаю под его началом, тогда никакие соблазна не могут мне повредить. Это ключ к жизненному успеху. Он таков. В целом, соответственно, нашим способностям, мы будем пытаться идти вперёд. Это главное. Но в то же время мы должны помнить о том, что для того, чтобы достичь нашего высочайшего положения, необходимо... Я должен быть в состоянии иметь дело с самыми тяжёлыми случаями. Речь идёт о тотальном обращении, тотальная трансформация, преображение. Я должен стать слугой, а не господином. Не в этом случае только, но и в случае славы. Слава и репутация. Позиция — это самое тонкое начало, враждебное начало. Пратиштха — высочайший, величайший враг и самый тонкий в то же время Пратиштха. Попытка приписать себе заслугу. Не справедливо приписывая её Гурдеву. Таков величайший враг. Крайне трудно увидеть и распознать этого врага. Канак, каминьи и пратиштха. Три явления. Классификация такого рода имеет место быть. Канак, каминьи и пратиштха. Слава или репутация. Влечение к противоположному полу и деньги. В слове «деньги» нет буквы «ф», не правда ли? Прибыль, выгода. Слово начинается с буквы «ф». Богатство не начинается с «ф». Фортуна, везение — это слишком широкая категория, которая включает в себя многое, не только деньги. Махарадж, как можно распознать это явление в нас самих? Пратиштху, как мы можем увидеть в себе? Речь идёт о внутреннем восприятии. Наша непрестанная, непрерывная благодарность Гуру Дэву — это явление, нисходящее свыше. У меня самого нет ничего. У меня нет положения, позиции. Моё нынешнее положение всегда зависит от милости Гуру Дэву. быть способным, быть в состоянии оставаться в таком измерении мысли. Это явление может быть отозвано от меня в любой момент, может быть забрано. Это не фиксированное явление во мне. Я обладаю им не по праву, но исключительно в силу милости, которая мне оказана. В тот момент, когда это явление отзывают, забирают, это всё Сарупа Шакти. Я Татасха Шакти. У меня нет капитала. Я работаю на средства моего владыки. У меня нет собственного капитала. И речь идёт о необходимости это осознать. Без Его помощи, без Его милости, я во тьме. Моя судьба покрыта мраком до тех пор, пока Он дарит мне милость, я способен видеть. Если света нет, то глаза становятся беспомощными. Необходимо понять подобное положение вещей. Я в силу своего рождения, по праву рождения Татасха Шакти, я вижу милость Сарупа Шакти, оказываемую мне, это их богатство. Богатство, собственность принадлежит им, моему гуру Вайшнавам. Это их богатство. И в то же время с теми, у кого есть вера, их никогда не постигает подобная участь. И хранители не жестоки, они скорее стремятся расширить этот круг и не лишить кого-либо этой милости. В этом состоит наше утешение. Но по праву я не могу требовать. По праву. Не может быть места духу вызова. Дух вызова по отношению к Вайшнавам, его следует искоренить навсегда. Мы живем их милостью. Мы способны лишь чувствовать вкус, наслаждаться вкусом остатков трапезы Вайшнавов. В гите сказано только остатки. Мы должны принимать и жить благодаря им. Подобно той традиции и закону, который существует здесь, в Индии. Я говорю о положении женщин. У женщин нет никаких прав. Все права принадлежат мужчинам. Права не принадлежат женщинам. Но благодаря их нежности и духу служения, любви, им оказывается полнота, почтения и уважения. Это ключ к уважению, к почитанию. Благодаря любви мужа они наслаждаются полнотой прав, хотя внешней прав у них нет. Общество не дает им права. Они занимают специфическое и очень достойное положение, высокое положение в обществе. Мать, жена, дочь. Но отсутствуют права, формальные права. Ману говорит, на ранней стадии жизни отец должен защищать девочку, дочь. В юности или в молодости ее защищает муж, а в старости это должны делать сыновья. Женщины вызывают больше уважения, чем богиня, но внешне у них нет прав. Вся потенция и энергия занимают подобную позицию по отношению Кришне. Она принадлежит Ему. Она не свободна, но силой любви, нежности нет внешних прав. Ей не нужны внешние права. любящему служению она может претендовать на все. Сторона потенции, аспект энергии Кришны. Ей не нужны права, не нужны силы, не нужны мощи, но эта сила есть, и это самая тонкая сила любви, сила служения, которая рассматривается в качестве высочайшей силы, мощи когда-либо известной миру. Нет необходимости в королевской, царской долг, власти, физической доблести и тому подобных вещах. Природа Шакти такова. В высшей степени похвально. Можно усвоить, не правда ли? Переварить. Я сам горжусь, когда говорю все эти вещи. Ашитош Мукхерджи правительство несколько раз хотело, чтобы он отправился в Англию, но мать не позволяла ему поехать. И он сказал, моя мать не позволяет мне покинуть переделы Индии. Существуют многочисленные примеры такого рода здесь. Примеры того, как мать контролирует сына, сын посыпает пылью стоп матери, голову. так чувствуют женщины. Они всесильны. Нежность, любовь, там, где сила, как таковая, мощь, бессильна. Махапурде. Поэтому Махапрабху говорил о том, чтобы дарить или жертвовать Богу разное явление это самообман. Необходимо жертвовать любовь, отдавать любовь Кришна Прэму. Любовь. Все и вся. Тогда как жертвовать ему деньги или физическую силу, не об этом идет речь. Истина сущность бытия, любовь. Необходимо предлагать Господу ее, и благодаря этому можно достичь измерения любви, мира, любви, в котором Бог пребывает в образе Кришны. Бог становится Кришной в мире любви. И это самое фундаментальное, самое тонкое измерение бытия, стоящие за всем этим кажущимся творением разной природы, той или иной природы. Необходимо проникнуть, достичь того измерения, где Бог пребывает как Кришна, Абриферналью суть Вриндаван. Так или иначе, попытайся обрести доступ туда. Доступ к самой счастливой форме жизни попытайся обрести. Красота милости превосходит красоту справедливости. мы не можем порицать справедливости. Справедливости есть справедливость. Как мы можем порицать дух справедливости? как но существует милость, которая выше справедливости, и мы не в силах это отрицать. Но кто способен явить милость выше справедливости? Он должен обладать подобной силой, властью, позволяющей компенсировать. Сила компенсации должна быть у него, и только тогда он может проливать милость. Подобный аспект Господа. Речь идет о любви, нежности. Там мы хотим жить. Махапрабху пришел, чтобы показать, существует мир, к которому ты должен стремиться. Стремись, пытайся. И Бхак Савина Такур сказал, в самом скором времени интеллигенция всего мира поймет, что это учение Махапрабху высочайшая концепция нашего достижения. Не только в этом творении, но и в иных творениях также. Мировая интеллигенция не может оставаться находящейся в заблуждении долгое время, быть сбитой с толку иными предложениями, иных достижений, частичными христианство, ислам, буддизм. Многочисленные явления подаются в качестве религии, в качестве решения, высочайшего решения всех жизненных проблем. Но то, что дал Махапрабху, это явление очень скоро увидят и признают мировой интеллигенции, и все стекутся под флаги с тяги Чайтани Дева и будут прославлять Махапрабху и Кришну. Что вы думаете об этом? И Прабхупат начал это движение, а с вами Махарадж фактически его осуществил в широких масштабах. представители нашего поколения почти все покинули этот мир. Махарадж, да, не могли бы вы рассказать нам о том, как вы встретились с Бхакти-Сиддантой Сарасвати-Такуром. Что он говорит? О своем случае я могу рассказать следующее. Когда я был студентом четвертого года обучения, четвертого класса, неожиданно я встретил мальчика, юношу. Я был студентом четвертого класса, а он учеником первого класса года обучения. Я был склонен к двум явлениям. Когда я стал общаться со студентами колледжа в общежитии, до этого я давал высокую оценку студентам из Восточной Бенгалии, их жертвенности, их патриотизму и тому подобному. Так мне рассказывал о них один из моих двоюродных братьев. И в целом студенты из Восточной Бенгалии жили в этом общежитии и я проводил время с ними. И я видел две категории студентов. Представители одной категории ухаживали за больными, помогали людям, нуждающимся. Представители другой категории занимались медитацией, воспевали Святое Имя, совершали Сандью. И в то же время были склонны к благотворительности. Но я встретил одного мальчика, который занимался тем и другим. Он медитировал, совершал Сандью и прочее, призывал имя, пел, прославлял Господа, а также, если где-то случался больной, то он оставлял занятия и спешил ему на помощь. И мне это понравилось. в нем. Я попытался с ним подружиться, и однажды утром мы шли, отправились в лес, чтобы совершить утренний туалет, почистить зубы веточками. И в ходе разговора он неожиданно заметил о своем отце. Он сказал, «Этот джентльмен». Я возразил. «Ты называешь своего отца этот джентльмен, твоего почитаемого отца ты называешь этим джентльменом, Сейви Бадри Лог». Он ответил, «Да, я не должен был так говорить о нем в своем присутствии, но в конечном счете, ведь это действительно так. В этой жизни я пришел к нему, где я был в прошлых жизнях. для меня он просто этот джентльмен. В этой жизни я родился в его доме не более того. И это замечание затронуло самые сокровенные струны моего существа. Я начал размышлять и подумал, «Да, это правда, это здравое суждение. Каждый в этом мире чужак по отношению к другим. Отец, мать, дом, семья, все это временные связи. И я облуждаю в вечности». Подобное впечатление возникло у меня, оно было крайне интенсивное. Весь мир словно опустел, стал полностью пуст. И в то время этот мальчик так или иначе дал мне связь с жизнью Махапрабху. Он подарил мне амия, Нимачарит и книгу автор книг «Господь Гауранга» на английском и амия Нимачарит Шишир Кумар Гош издатель Амрита Базар Патрики. Этот мальчик дал мне эти книги и я словно выпил своим зрением, своими глазами нектар жизни Махапрабху. Махапрабху испытал влечение к нему. До этого, конечно, прежде этого, я имел некоторую оскорность. Семья моей матери, род матери, был связан с Махапрабху, но род отца, его семья, они были враждебны к Гауранге. Смарта, они были смартами, шактами, шакта, смарта, наяек, то есть последователями школы логики, ньяи, поклонниками богини, были строгими смартами. Шаткарми, значит, смарта. Но так или иначе, так возникла связь с Гаурангой, и я хотел установить связь с преданными Господа Гауранги. Я искал также, искал подобного садву, которого мог бы принять в качестве Гуру Дэвы, но не был удовлетворен. Так или иначе, Затем я стал изучать юриспруденцию в Калькутте и присоединился к движению гражданского неповиновения Ганди. и затем, по прошествии шести лет, я присоединился к этому движению только на время, поскольку моя судьба, я думал, была уже крепко связана с Махапробху. поэтому я не мог отдать какому-либо движению, явлению всю энергию моей жизни, но временно я был связан с этим движением, и я искал своего Гуру Дэва. основатель Бхарата Сева Ашрама Пранавананда был моим ровесником. Тот мальчик, о котором я рассказывал, был с ним связан. Я отправился к Пранавананде, но он был в карме. Он пытался привлечь меня в свой лагерь. Я отвечал, нет, моя голова буквально уже продана Гауранге Махапробху. Он отвечал, да, я также признаю Гаурангу Махапробху как высочайшее начало, но прежде необходимо стать Вайраги. Как будет по-английски Вайраги? Необходимо развить безразличие к миру, равнодушие, о котором учил Будда, затем необходимо обсуждать Веданту Шанкара, стать Гьянией, и наконец высочайшая цель это према Шри Чайтанья Дева иначе према можно спутать с мирским вожделением. Так он сказал мне. Я был удовлетворен, слыша это, но я задал ему следующий вопрос. Вы утверждаете, что вначале следует примкнуть к Будде, затем к Шанкаре, а затем уже к Чайтанья Деву, но Чайтанья Дев не говорил, не учил, если ты хочешь прийти ко мне, иди через Будду и Шанкару, и он не говорил подобного. Где бы ты ни находился, говорил он, призывая святое имя в обществе саду, и так ты придешь ко мне. Он не говорил, вначале стань буддистом, затем стань Шанкаритом, и только затем стань моим последователем. Он не говорил подобного. И он не нашелся с ответом. Я спросил у него, если у тебя есть некое сиддхи, совершенство, пожалуйста, скажи мне, где мой Гурадев? Он указал на одного человека, отправляйся к этому джентльмену, сказал он, и по его просьбе я отправился туда, но не нашел там ничего существенного. Речь идет о Харанадхе. И однажды я увидел плакат. Там было написано, пройдет фестиваль продолжительностью месяц в Гаудия-Мадхе по такому-то и такому адресу в Калькутте рядом с храмом Париша-Надха. Я отправился туда, в это место. Гаудия, должно быть, они имеют некую связь со Шри Чайтани-девом, думал я, и увидел, да. То были образованные люди, то были джентльмены, люди, сведущие Священное Писание, хорошо их знавшие, и также их практики были безупречны. Образ жизни в нашей семье, конечно, не принимали наркотики и величистый образ жизни, и я увидел в них подобную тенденцию. И главное, что меня привлекло глубокое знание Священных Писаний. Я изучал до известной степени Писания, но все же я почувствовал, что я, мои познания, Писания, не настолько обширны, как их познания, таких Писаний, как Гита, Бхагавата, Писания последователей Махапрабху и так далее, и это привлекло меня в наибольшей степени, и я постепенно сблизился с ними, стал слушать их, и, в конце концов, был вдохновлен этими людьми. в начале у меня были некоторые возражения, но впоследствии я увидел, что эти люди правы, мои представления ошибочные, и таким образом я слушал, 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 и я получил возможность в это время, в моей жизни возник шанс расстаться с семьей, и я отдал себя этому движению в полной мере. Шастра. Всякий раз, когда что-то им говорилось, заявлялось, и ссылка на Священное Писание, они слушали это утверждение крайне внимательно, но если кто-то ссылался на Аурабиндо, Вивикананду, Рамакришну, Ганди, Тагора и прочее, они отвергали, они говорили, у нас нет времени, чтобы тратить его на этих Личностей, но если звучала ссылка на Писание, да, они были крайне внимательны, и эта черта меня очень привлекала. Я ценил их высокую оценку Священных Писаний, слов Риши. Эта тенденция была и во мне, но она была скрыта и пробудилась, и постепенно я познал истинный смысл Бхагавадгиты, Шримад Бхагаватам, Писании, которым я уже испытывал величайшее почтение и уважение, и я увидел, что эти люди не стоят вне этого явления, и Шри Чайтани Дэх является для них величайшим авторитетом, они принимают Чайтани-Чаритамриту и другие Писания, и заблуждения, которые были у меня, постепенно ушли, и я был полностью обращен. Настолько, что люди в Матхе, люди старшие по положению, просили меня повторять им слова Прабхупады, так как я их запомнил, и я повторял эти слова для них, его речи пересказывал, и они были крайне удовлетворены. Я достиг подобного положения. В целом, образованные люди в движении начали говорить, Шридхар Махарадж способен представлять концепцию гаудио-вайшновизма крайне достойным образом, и когда приехал Шульц, он повторил эти наблюдения крайне лаконично, по сути, саму квинтэссенцию этот человек в состоянии доносить, представлять. и делает эмоционально спокойно. Есть люди, которые эмоционально беспокойно выходят из себя взбудоражены, что-то рассказывая, но этот человек способен сохранять спокойствие, достоинство, и при этом представлять эту идею лаконично и по сути. Такую оценку мне в целом давали другие. Но я не был слишком активным человеком и скорее стремился держаться в тени. Такой была моя природа. Я не стремился быть на сцене, я стремился играть в задних рядах. Не, в первых рядах. Такой была моя природа. И в большей степени меня интересовала собственная реализация. Каков смысл различных шлок Бхагаватам, Чаритамриты? Я медитировал, размышлял о смысле этих шлок. И новый свет проливался иногда, новое понимание приходило новое понимание смысла описания тех высших реалий. Так проходили мои дни. Я впервые познакомился с Асвами Махараджем в Аллахабаде. В Аллахабаде, когда он был агентом Картик Боз и Бенголи Кемикал Компании, и затем в Бомбейском Матхе мы общались с ним, но по-настоящему мы сблизились в Калькутте, после того, как мой гуру Махарадж покинул мир. Я основал там центр в Калькутте, и Сами Махарадж жил в здании, где в подвальном помещении находилась лаборатория, а на первом этаже было четыре комнаты, отведенные мне, и я принимал его служение в ту пору. На протяжении какого-то времени он приходил ко мне почти каждый день, и мы обсуждали учения Бхагавадгита главным образом, и другие родственные явления, но главным образом мы обсуждали Бхагавадгиту. И Говинда Махараж присутствовал там. Постоянно Хари Чаран иногда приезжал, он был новичком в ту пору. Говинда Махарадж пользовался большой любовью Свами Махараджа, и Свами Махарадж говорил впоследствии, что относился к нему как к своему ребенку. Хари Чаран Хари Чаран Такова моя связь. Так я пришел в это движение и остался и стал жить в Говоди Матхе. По прошествии 43 лет однажды я вернулся вместо моего рождения и затем вернулся сюда. Теперь, конечно, они строят там здание в память. Шримад Бхагавад является последним даром Веда-Вяса, который есть источник всех Священных Писаний. Он составил Веды, в том числе систематическим образом классифицировал и представил их. Все явления исходят от него, но его последний дар Шримад Бхагават и Махапрабху принял это учение Бхагават и распространил его в самых широких масштабах, дал его человечеству. И, к счастью для нас, мы пришли в этот, в его лагерь и нашим собственным скромным образом мы пытаемся оставаться в этом лагере в ожидании смерти. Многие прославленные личности в этом движении светила, которые были наши друзья, один за другим покидают этот мир. Считанные единицы остались в этом мире, люди, которые продолжают. И сейчас, в последнее время, вы, многочисленные искатели разной природы, из разных стран, приходите сюда. Это чудо для меня. Кто? Нанда Лалу. Махарадж, вы собирались рассказать нам о выражении «Спасибо», «Спасибо» «Вчера». Вы сказали, что объясните нам, в чем смысл этого выражения? Доньяват. Благодарность. А вы объяснили им мою точку зрения? Не объяснил, но до известной степени объяснил. Благодарность. Когда вы выражаете кому-то подобное чувство, говоря «Спасибо», что лежит в основе подобного выражения, что стоит за ним? Выражение благодарности, «Спасибо». это выражение предполагает, что тот, кто благодарит, имеет некий сепаратный отдельный интерес от интереса того, кого он благодарит. мой интерес состоит в том, чтобы оказать некую помощь, в том, чтобы получить помощь от вас, и я благодарю вас за эту помощь. Сепаратный интерес. Я занимаю позицию отдельную от вашей, но не такой должна быть природа преданного. у меня нет сепаратного отдельного интереса. Нет отдельного интереса. Я если я что-то получаю, некую милость, подарок в виде знания, то я должен скорее попытаться слиться этим единым интересом, единым целым, цельным интересом. И у меня нет слов. Я всего лишь чувствую, что я един с той личностью, которую я собираюсь поблагодарить. Я получаю сепаратный интерес, сепаратный интерес, интерес и позиция, то это значит, что я получаю что-то от другой стороны, и эту другую сторону благодарю. Как говорится, благодарю Тебя, Господи. Возможно, в христианстве, в Библии подобное выражение слова присутствуют. А благодарю Тебя, Господь. В молитвах, да. Подобная тенденция присутствует здесь, в школе Брамо Самадж, Рабин Дранатх и других. Мы получаем многочисленные блага от высшего начала, от Бога в виде воздуха, которым дышим, земли, по которой ходим, пищи, которую едим, и мы благодарим это высшее начало. Благодарность подразумевает сохранение и развитие некой индивидуальной позиции в жизни. Но мы не хотим сохранять индивидуальную позицию, мы хотим в известном смысле слиться с интересами Владыки Господа. И благодарность, когда мы получаем от Вайшнава гуру некое знание, если я говорю спасибо за это, я не должен так говорить. Нет. Скорее, я хочу, чтобы это явление привлекло меня еще больше, для того, чтобы я стал единым с этой семьей, частью этой семьи. Если я буду удачлив, и ты примешь меня в качестве одного из твоих слуг, в группу твоих слуг, я хочу этого. Я хочу этого. наше ментальность, умонастроение должно быть таким. Если я получаю что-то некое благо и выражаю благодарность, это значит, что я сепаратное, отдельное существо. Нет. Скорее, я хочу быть един. Единым. Я хочу быть пылинкой, дхуле, 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 пыль, я хочу быть пылью твоих лотосных стоп. Пожалуйста, сделай меня пылью твоих лотосных стоп. Мы должны занять низшее положение, вместо того, чтобы выражать наши чувства благодарности, стоя с высоко поднятой головой. об этом-то я и говорил на днях. Спасибо. Для меня это звучит не очень хорошо. По крайней мере, для моего уха, слуха. Спасибо. Какую благодарность я могу продемонстрировать в обмен, как будет в обмен, в обмен на то, что я получаю, получаю от посредника. Никакой объем благодарности невозможно даже найти в этом мире. Ничем невозможно расплатиться. Поэтому это не вопрос благодарности, но скорее это вопрос развития нашего внутреннего стремления, жажды стать, как я говорил, пылью. Стоп. Такой должна быть наша жажда. Мы услышали вести о доме, я услышал вести о родном доме, и я должен стремиться в этот родной дом, как безумец. речь не идет о сепарадном интересе, об одном интересе, едином интересе, общем интересе. я слышал это выражение, но я не вполне понимал, каков его смысл. и у меня есть определенное представление его смысла, и основываясь на этом представлении, я высказываю мою точку зрения. В детстве я читал мне было лет 13, возможно. Это из хитопадеши или из аналогичного произведения цитата. Хотя мы видим, как гуру дарит своему ученику всего лишь одно слово. Одно слово. Слово из одной буквы. Слово, состоящее из одной буквы. Гуру дарит это слово ученику Шиши. хотя это слово из одной буквы, но в этом огромном мире нет ничего, чем можно было бы для ученика расплатиться за этот дар. Невозможно выплатить этот долг, долг за всего лишь слово из одной буквы. Я прочитал, когда учился в пятом классе, встретил эту цитату. Невозможно выплатить долг. величайшая ценность представляет это одно слово. Все богатства мира, его ресурсы не могут сравниться с этим даром. Подобная жизненная возможность, подобная жизненная перспектива нам открывается, нам дарится, и она источник ее истинного откровения. Конец части Б и начало части С. Благодаря повторению этого мантра все будут обращены в твои друзья. Подобная трансформация произойдет. Один letter — 9-25- 9-25- Махарадж, не могли бы Вы рассказать о Двараке? Дварака находится выше Айодхи, между Айодхи и Матхурой. Лакшми Нарайна пребывает в Вайкунхе, в измерении поклонения в духе трепета и благоговения перед величием и могуществом, Лакшми Нарайна. Айодхи лучше, буквально, этого измерения, лучше Вайкунхи, мира Лакшми Нарайны. Почему в мире Лакшми Нарайны в Вайкунхе нет ни матери, ни отца, ни у Нарайны, ни у Лакшми Деви? Это крайности, буквально. Они не находятся в центре, находятся на окраине, можно сказать. Служения Вацаля-расы, Сакья-расы, Мадура-расы. В истинном смысле эти явления там отсутствуют, эти расы в Вайкунхе. Половина расы. Раса половинчатого типа может быть пережита там. Но эта разнообразная природа Ананды отсутствует в Вайкунхе. Поэтому, если мы отправимся к Рамачандре, в Айодью, то там мы найдем Вацаля-расу. Но Мадура-рас не распространяется там обширным образом. Единственная возлюбленная жена Рамачандры и Нити. То есть давление закона имеет место быть там. Рамачандра испытывает давление закона. Он очень связан, сужены, эти рамки сужены. И далее мы отправляемся в два руку. Там мы также можем найти Кришну в различных расах. Ему поклоняются преданные, имеют большие возможности служить Ему, более широкие, по-разному служить Ему. И Он более свободен там. Он не является игрушкой в руках мирских законов. Когда Он, Господь Рамачандра, вынужден даже жертвовать своим сердцем, своими чувствами ради ложных мнений своих подданных. Поэтому там, в Двараке, Он более свободен. И мы можем служить этому свободному Господину. И наши перспективы в смысле этого служения также разнообразной природой, более обширной. Оттуда мы переходим в Мадхуру, Мадхура-мандал Вриндаван. Там присутствует Кришна, более всеобъемлющим или свободным образом, самодержец, независимый, свободный от осквернения в виде величия, политики и тому подобных явлений. В большей степени в этих произведениях описана супружеская буквально жизнь Господа Кришны, нежели Кришна в апостасе государственного деятеля и политика. Подобное явление Кришна-супруг мы находим во Вриндаване, и Он более доступен. И более интенсивное взаимодействие, взаимодействие любви, нежности, сердечного тепла присутствует там. И полнота расы, пять рас, могут быть искомы и найдены, обретены. Конечно, речь идет о духе служения. Там происходит крайне широкомасштабное распространение этого явления, и там Он пребывает в цвете своей юности, на пике своей юности. Отрочество, движение в сторону юности — это максимум энергии, максимум жизненных сил и свободная любовь. И там добавляется еще один элемент — паракия. Паракия — это значит, когда возлюбленное или возлюбленное мне не принадлежит. Я не являюсь законным собственником. Это чувство любви, супружеской любви облачено в подобный сентимент. Речь идет не только о супругах, но родительская любовь также. Кто-то говорит в Яшоде, Он не твой сын. И в супружестве также. Кришна не является законным мужем Гопи. Он — муж мужей, владыка владык, владыка всех, всеобщий владыка. И имеет связь с этим владыкой, и по-прежнему там сохраняется тень, буквально тень, в виде представления, согласно которому он не является законным супругом и владельцем, господином. Встреча в таком случае, соединение, будет крайне редким и будет испытывать давление со стороны многочисленных неблагоприятных обстоятельств. Лишь связь сердец. Тогда встреча становится крайне интенсивным чувством, потому что встреча происходит крайне редко. И она также осуждаема обществом и священными писаниями. Тем не менее, они не могут ничего с собой поделать и стремятся к этой встрече. Речь идет о крайней степени интенсивности и о чистой любви. Только любовь, только нежность, сердечное тепло. Даже приступая к существующим мнения, высшего, низшего и всего остального. Суждение такого рода. Бхагавата говорит, и Махаправху говорит, и Госвамина говорят. Они приводят научную аргументацию, показывая, доказывая, что такого рода любовь является самой интенсивной, и она присутствует только при соблюдении вышеописанных условий. И когда она связана с Господом, то мы можем обрести максимальный выигрыш достижения и высочайшую степень успеха таким образом. Это явление присутствует во Вриндаване, и там также есть градация во Вриндаване, в Мадуро расе. В расе лили присутствуют многие. Но раса лила – это также общего характера позиция. Затем избранная группа на Говардане, которая более велика, стоит выше. И там сердце, в большей степени присутствует это взаимодействие с сердец Анаранхакунди. Это высочайшая позиция, где лишь Радхарани с ее группой, избранной группой, лишь там, лишь они могут служить Кришне, и Кришна пребывает там во всей своей полноте в расцвете, и полнота любви, любовного взаимодействия сердец с ней и ее служанками. Подобное избранное место было показано, продемонстрировано нам, и мы, к нашей вязчей удаче, мы достаточно удачливы, поскольку мы будем способны дать должную оценку этому явлению в процессе нашего теоретического прогресса благодаря Бхагавате Махапрабху и шастрам Госваминов. Тот, у кого есть Шрадха, вера, искренняя вера, он способен дать должную оценку и понять истинную природу и природу этого чувства, и надежду на реализацию, постижение и осуществление подобного зенита в своей жизненной перспективе. Такая шлока присутствует. Описывающая градацию и иерархию. Как эти реалии развиваются садхчитанандом, затем анандом. Ананда также развивается таким образом. Самоодание. Согласно степени самопредание, вручение себя, человек может надеяться на достижение высочайшего качества, вкуса любви к Кришне, абсолюту, абсолютной расе. Соответственно, степени самооддания, самопредания. Самооддание достигает своего высочайшего качества, когда оно оставляет позади и приступает. Любую оппозицию, источником которой служит окружающий мир, и даже оппозицию со стороны возражения, со стороны так называемого благого общества, т.е. шадху шастры и самаджа, хранителей, старших родственников, доброжелателей. Они также не в состоянии дать адекватную оценку. Их поддержка... Корея становится враждебным фактором. Приступая все это, отбрасывая, оставляя позади. Личность вручает себя кому? Необычному. Господину, но центру всех центров. Приверженность, верность, в рамках которой приступаются все соображения, законов и правил, свободное отдание себя, вручение себя высочайшему центру, верность царю, в рамках которой даже приступаются законы страны. Существует закон, но если кто-то приступает закон, существующий закон, и приступая его, оказывает служение царю, то его принимают высочайший избранный круг. Аггар и вагунам досам. Мая диштяна пищакам. Дхарвам саңтваджа жасадвам маңға жасадвам. Маңға жасадвам. Если лучший из преданных, тот, кто... Законы в шастре я дал, говорит, имеется в виду Верховный Господь массам, но тот, кто способен приступить подобные так называемые законы, предназначенные лишь для широких масс, и прийти ко мне, рискуя, рискуя нарушить закон, приходит ко мне, чтобы служить мне, его рассматривают в качестве слуги высочайшего типа. Этот царь стоит выше любых законов. Господь, Верховный Господь, стоит выше закона как такового. Закон предназначен лишь для массы. Закон необходим. С точки зрения здравого смысла, в семье здравого смысла нет необходимости в законе. В семье нет закона. Но когда дела в семье приходят в упадок, тогда на сцену выходит такой фактор, как закон. Закон необходим там, где присутствует преступление, злодеяние. Там необходим закон. Но в измерении нежности, любви, нет необходимости в каком бы то ни было законе. Поэтому, не заботясь, приступая к любой закон, закон лишь связывает нас с тем, чтобы мы не сбились с пути истины, не отклонились. Но когда речь идет о исключительно положительной стороне, стороне чистого блага, там закон не может мне помочь. У законы есть свое ограничение, своя юрисдикция. И даже приступая к юрисдикции, выходя за ее рамки, я буду стремиться к моему абсолютному владыке. Закон не будет побуждать меня, направлять меня в моем служении моему владыке. Закон для меня ненавистен. В этой ситуации свободного, спонтанного, автоматического влечения, наиболее глубинного влечения к высочайшей чистоте, это и есть высочайшая квалификация, автоматическая, естественная, которая не хочет никакого признания со стороны внешних людей. Это служение есть наградой себе. Внутреннее, высочайшее влечение, самоинтенсивное влечение к истине, к абсолютному благу, является самодостаточным сертификатом. Оно не нуждается в сертификатах со стороны любых иных явлений, для личности, оно независимо. Но речь идет о жертве ради абсолютного блага, служении абсолютному благу. Подобное предостережение звучит «Прогресс хорош, но прогресс в ложном направлении не есть благо». Прогресс в верном направлении, он похвален, он хорош, он здоров. И наш прогресс в направлении абсолюта должен носить абсолютный характер. Он не должен зависеть от чего бы то ни было иного. Это крайне прискорбно, жалко, если он зависим. Есть ли какие-то вопросы? У меня есть вопрос. Вопрос о джае и ви-джае. Они та-тасха. Вайкунха-дхар. Это уязвимая позиция, сама по себе, уже уязвимая. Превратники вайкунхи. Это с одной стороны. А с другой стороны, больше того. Даже в Гулоке мы находим, они, обитатели Гулоки, временами проклинают друг друга и оказываются здесь, в мире материи. Подобные эпизоды описаны в Пуранах в качестве игры. Эти события следует рассматривать как игру. Но отсутствует яд, буквально. Подобно тому, как в драме, спектакле, в игре, одна сторона. Один актер убивает, другой играет роль убитого. Но это всего лишь лила игра. Также и здесь, в высочайшем измерении бытия, подобные реалии присутствуют, но внутри нет яда, буквально. Это лишь полнота наслаждения игрой. Драма, подобно драме, порождает наслаждение. Драма предназначена для того, чтобы порождать наслаждение. И чувство страдания также может быть объектом наслаждения. Понимаете, как сказал поэт, и в наших сладчайших песнях поется о самом печальном. Мы можем наслаждаться болезненными чувствами, болью также. Кто-то невинно, но страдает от некой боли, незаслуженно. И мы наслаждаемся этими переживаниями, которые возникают, когда мы видим это. Потому что подоплекой служат чувство блага или морали. Такие факторы за этим и стоят. В подобной степени страдания, боли, но подоплека в основе лежит. Страдание ради истины, моральный фактор, этический. Страдание ради отчизны, ради Родины. Мы ставим очень высоко. Человек может страдать, испытывать нестерпимые страдания ради блага своей отчизны, и мы наслаждаемся этим. И иногда мы, самый вынужденный, занять подобную позицию, стремимся ее занять. Мы говорим, я хочу пострадать за это благое дело. Я хочу оказаться мучеником. Таким образом, в основе скрыто присутствует счастье. А иначе почему? Откуда возникает такая тенденция делиться этой радостью. Разделять радость того, кто страдает. Но это измерение Вайкунхи, совершенное измерение, и присутствует исключительно радость. Это всего лишь спектакль, шоу, драма, которая демонстрируется, совершается радиоудовлетворения участников этой драмы. Динамичное, автоматичное, спонтанное движение в лиле, порождающее исключительно счастье различных типов, разнообразие такого рода. Не всегда прискорбное. Присутствует некая оттенок чувства, горечь. Горечь присутствует, как оттенок. Иногда ее больше, иногда меньше, но мы не можем отказаться от этого вкуса. Но в конечном счете, это явление порождает счастье. Счастье. Прискорбное зрелище порождает сцена, порождает счастье. Плачевное. Но в этом мире, там, там нет вопроса, там полнота счастья. А вопрос джаи-ви-джаи, они находятся на границе, на границе, они у ворот в Айкунтфе. Они пришли в мир материи, но их восстановление в изначальной позиции было гарантировано. Это тоже часть лива. Они не потерпели никакой ущерб. Мы можем не опасаться того, что наша безопасность находится в опасности, что если мы достигнем в Айкунтхе, то там присутствует некая возможность, лазейка, регресса, возможность того, что мы вернемся обратно, упадем. Нет места для подобных опасений там. Бдительное око хранителя над нашими головами, и это бдительное око хранителя всегда пребывает над нашими головами, и поэтому мы свободны от боли. Это юрисдикция лила, не юрисдикция кармы, действия, не юрисдикция наслаждения и страдания. Это измерение выше, выше. Существует измерение за пределами наслаждения и страдания. Ниргун, подобно тому, как это происходит в драме. Это лила. Действие, которое совершается не в силу потребности, но автоматически или спонтанно. Хорошо, мы можем остановиться на этом сегодня. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...